День народного единства Мы вновь отмечаем этот праздник, что символизирует единство всех национальностей, народностей, независимости от вероисповедания. И исторической датой этого праздника служит победа над польскими интервентами в 1612 году. Сегодня, для того, чтобы освежить нашу память и поговорить о том, какие мероприятия проводятся в этот праздничный день, мы пригласили заместителя министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Мурада Магомедовича Шафиева. Здравствуйте! Какое значение Вы придаёте этому празднику? Праздник, учреждённый указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2004 года. Память о событиях 612 года, как Вы сказали. Праздник, учреждённый по инициативе Межрелигиозного Совета России при поддержке Комитета Госдумы по труду и социальной политике. На самом деле, это огромное значение в истории нашей страны. И мы с Вами знаем, что подвиг людей разных национальностей и разных конфессий служит ярким примером того, как народ единый, способен преодолеть любые трудности, отставить свою свободу и независимость перед лицом общего врага. Так было и в период Отечественной войны 1812 года, в период Великой Отечественной войны. Так было и в 1999-м, 20 лет назад, когда народ Республики Дагестан стал на защиту территориальной целостности Российской Федерации. И сегодня от нашего единства и гражданской солидарности завидит будущее России. И успех модернизации государства, а также благополучие общества. В День народного единства в разных городах нашей Республики и нашей страны в целом политические партии, общественные движения, государственные органы власти организуют концертные программы, митинги, шествия, благотворительные акции, также спортивные мероприятия. День народного единства, отмечаемый в Республике Дагестан, как и во всей России, помогает отчетливо определить гражданскую позицию, заявить о своей любви к Родине, осознать сопричастность к ее судьбе и необходимость межнационального и межконфессионального, что немаловажно, мира и согласия в нашем регионе. Реализация государства национальной политики в Республике Дагестан, укрепление российского федерализма, развитие гражданского общества, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе являются основными целями деятельности Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. Для достижения этих целей в 2017 году Министерство разработало и успешно реализует государственную программу Республики Дагестан, которая именуется «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан на 18-20-е годы». С целью популяризации традиции и культуры народов Республики и страны в целом Министерства национальной политики для канала ГТРК «Культура» сняло документально-публистический цикл передач «Россия. Любовь моя. Дагестан». Также хотелось бы отметить, что по заказу Министерства Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН ежегодно проводит социологическое исследование этноконтактной ситуации в Республике, которое демонстрирует, что в структуре самосознания дагестанцев на сегодняшний день лидирует общероссийская гражданская идентичность. С целью оказания содействия в укреплении отношений между народами Республики, развитии культуры обмена через установление межличностных дружеских отношений, упрощения связи между муниципальными образованиями Республики с различной этнической и конфессиональной принадлежностью населения, ведомством, а именно Министерством по национальному политике и делам религии Республики, в 16-18 годах реализовался проект «Как живешь сосед». Можно сказать, что проект имеет очень насыщенную составляющую, которая объединяет, сплачивает, консолидирует жителей Республики, проживающих в разных муниципалитетах. Также Министерство по национальной политике и делам религии осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере межрегиональных связей, в рамках которой ведется работа по установлению и развитию двусторонних связей между республикой и субъектами Российской Федерации, также расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества. Здесь хотелось бы отметить, что активно и Эндрик Селимович Муслимов, министр по национальной политике участвует в выездной работе в регионах Российской Федерации, где проводятся масштабные культурно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на патриотическую тематику, с населением республики, которое проживает за пределами. Мы с вами знаем, какой большой процент дагестанцев представлен в регионах России, и то, как они там адаптированы, то, как они там представляют республику, имеет огромное значение. Поэтому здесь министерство уделяет огромное внимание, и в этом году, в годы юбиляра, 20-летие победы над международными бандформированиями, проводятся в ряде регионов России выездные мероприятия с участием руководителя министерства. В последние годы руководством нашей страны уделяется огромное внимание теме социальной и культурной адаптации мигрантов. В этом плане республика Дагестан одним из первых субъектов России приняла и реализует государственную подпрограмму социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в республике Дагестан. Как вы считаете, то, что учредили этот праздник, как символ единства, насколько он повлиял не только здесь, внутри республики, но в целом, как гражданин Российской Федерации? Вы можете подумать о том, что это дает вообще в целом стране? Насколько вовремя, насколько это действительно была идея та, которая нужна? Вы правильно отметили то, что такие исторические события, которые имели место быть в истории нашей страны, когда народ не раз поднимался и демонстрировал свое единство, несмотря на национальности, несмотря на вероисповедание, и перед общим врагом сплоченность проявлял, и тем самым побеждал, и способствовал миру, стабильности, покоя на нашей исторической земле. Но правильно вы отметили, именно в современный период важно закрепить в сознании подрастающего поколения, будущих, так скажем, граждан нашей страны, что этот мир, это спокойствие, оно досталось тяжелым испытаниям. И те, кто это пережил, они это ценят. А ценят ли молодое поколение, ценят ли будущее наше? Поэтому было историческим, таким, скажем, важным шагом признаний на уровне государственного праздника, о котором сегодня идет речь. И на наш взгляд, этот шаг, он сделан вовремя, и он определяет сознание будущего поколения. И мы с вами знаем, что вот в канун праздника проводится очень огромное количество мероприятий. И они также имеют адресатом молодое поколение. Ведь проводятся и в школах открытые уроки, классные часы, викторины. Вот, в частности, у нас в республике Министерство по нацполитике в этом году проводят викторину в единстве нашей силы, которая проводится на базе образовательных учреждений республики. Проводятся фото- и книжные выставки в музеях республики. 1 ноября диктант, большой этнографический диктант, который организуется к дню данного праздника. Ведь как это все не может не отразиться на сознании подрастающего поколения, когда молодежь будет знать и понимать, какой ценой достался этот мир и какой ценой наших предков, нашего старшего поколения, сохранена государственность Российской Федерации. Что бы вы хотели пожелать в этот день всем дагестанцам, всем россиянам, всему народу нашей страны? В заключение всех дагестанцев, всех россиян хочу поздравить с Днем Народного Единства. И хочется пожелать только процветания, успехов, счастья, благополучия, и, конечно же, мирного неба над головой. Спасибо вам большое. Вас, уважаемые телезрители, мы еще раз поздравляем с праздником, с Днем Народного Единства. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова